Время региональных новостей. В студии Маргарита Гафарова. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Здравствуйте. Элеваторно-мельничный комплекс для хранения и переработки зерна появится в Башкортостане. Его возведут в Ермикеевском районе за 220 миллионов рублей. Инвестором выступает компания «Башкирские злаки». Проект планируют запустить в 2024 году. Комплекс будет принимать на хранение до 15 тысяч тонн зерна, а также 120 тонн ежедневно перерабатывать. В дальнейшем эти мощности смогут увеличить вдвое. Реализация проекта создаст 35 рабочих мест. Мы провели переговоры с потенциальными поставщиками. Это турецкие компании. У них очень качественное оборудование. На поставку элеваторного оборудования и мельничного. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Это сельхозпредприятие, также в Ермикеевском районе, которое готово с нами совместно построить элеватор. И третье. Мы сейчас работаем с различными банками с целью получения инвестор-кредитов. По итогам совещания было принято решение включить проект в перечень приоритетных. Инвестору также предоставят льготный заем на его реализацию по ставке от 2,5 до 4% годовых, а также субсидируют часть затрат на закупку оборудования. На данный момент башкирские злаки уже занимаются производством круп. На предприятии работают 15 сотрудников. Компания приобрела оборудование для фасовки. В ближайших планах поставлять продукцию в федеральные торговые сети. Выручка предприятия в этом году может составить полмиллиарда рублей. Дочернее предприятие агрохолдинга А7АГРО построит в Башкортостане комплекс по выращиванию, переработке, хранению зерна и овощей. Компания Азамат получила под его размещение 16 земельных участков в Бирском районе без торгов. Проекту присвоили статус приоритетного. Общая площадь земель, которая займет производственный комплекс, 3,5 тысячи гектаров. Агрохолдинг рассчитывает создать 55 новых рабочих мест. Как сообщал РБК Офарани, стоимость проекта оценивали суммой больше 811 миллионов рублей. Помимо непосредственно цехов, он предусматривает сооружение оросительной системы, приобретение сельхозтехники и строительство сервисного центра для обслуживания и ремонта тракторов и комбайнов. По словам первого вице-премьера правительства Рустама Муратова, инвестиции внесут свой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и увеличат доходы муниципального бюджета. Согласно выписке из госреестра юрлиц, компания Азамат занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, овощей, корнеплодов, производством сырого молока, животноводством и торговлей продуктами в специализированных магазинах. В Башкортостане выявили и один случай заболевания штаммом коронавируса Цербер. Об этом сообщает РБК УФА со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Особой патогенности у Цербера нет, отмечают эксперты. Он не вызывает какие-то более тяжелые поражения дыхательной и кровеносной систем, чем предыдущие варианты омикрона. Кроме того, сейчас крайне мало выявляется случаев заражения ковидом, так как вирус в большинстве случаев протекает или бессимптомно, или в легкой форме. Люди не обращаются к врачу. Тяжелых случаев заболевания сейчас встречается все реже и реже. Именно по той причине, что население и России, и мира в целом приобретает этот коллективный иммунитет в результате естественного развития инфекции в организме. И как раз антитела возникают ко всем этим белкам, не только к протеину. Штамм Цербер выявили в Европе в сентябре. В России первый случай зафиксировали в конце октября. Этот штамм является мутировавшим вариантом омикрона и распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса. 23 ноября представитель Федерального Роспотребнадзора сообщал о шести случаях Цербера в стране. Власти Башкортостана заключили соглашение с группой компании «Ростех» о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает сотрудничество в области подготовки квалифицированных кадров для госкорпорации в техникумах и вузах республики. Подписи под документом поставили Радий Хабиров и индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Анатолий Сердюков. По словам главы Башкортостана, за 10 месяцев этого года индекс промпроизводства в регионе вырос почти на 3%. Десятую часть продукции выпустили предприятия «Ростеха». Практически все предприятия «Ростеха» завершают с очень хорошими показателями. Есть ряд вопросов на предприятиях станкостроения и нефазе. И понятно, что текущая ситуация, экономическая ситуация, международная ситуация, именно по данным предприятиям сильно и ударила. Но, как всегда, мы говорим, что республика готова оказать полное содействие в решении всех вопросов. На очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам развития сотрудничества управляющий директор ОДК УМПО Евгения Семевеличенко рассказал о создании новых газотурбинных двигателей семейства АЛ. На создание производственного комплекса по сборке и испытаниям силовых установок Фонд развития промышленности России одобрил льготный заем на 2 миллиарда рублей. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Комплекс позволит собирать и испытывать до 50 двигателей АЛ в год. Кроме того, на ОМПО запустили программу повышения надежности газотурбинных приводов, предназначенных для «Газпрома». Износостойкость двигателей увеличили с 75 до 125 тысяч часов. Флюра Асадулин станет представителем Башкортостана в Китае. Об этом сообщает РБК УФА со ссылкой на источник в госсобрании. Ранее стало известно, что Асадулин досрочно слагает полномочия бизнес-омбудсмена. Глава региона Ради Хабиров предложил назначить на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей члена Российской общественной палаты Ирину Абрамову. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании парламента в декабре. Напомню, в августе в региональном министерстве внешнеэкономических связей анонсировали расширение сети торговых представительств Башкортостана за рубежом. В частности, ведется работа по открытию офисов представителей в Китае и Иране, отметили в ведомстве. На этом у меня все. Оставайтесь на РБК. Всего доброго.